Сейчас я залью молд, который я сделала своими руками. Это подставка под всякие мелочи. И использую вот такой трафарет. Взяла, долго выбирала, какой взять. Это машинка, у которой наверху гамбургер. Как это автобусик какой-то, что ли. Ну, вот где еду продают, вот такого плана. Собственно, как использовать этот штамп? Значит, нужно... Вот это будет середина, и это будет лицевая сторона. Вот здесь аккуратно на середину прикрепляем его и придавливаем. Он должен силикон с силиконом присосаться. Да, должны два этих слоя. Все, сейчас я разведу гипс, залью. И, ну, у меня получится там ночью, скорее всего, через несколько, минимум, 4 часа. Посмотреть, что же получилось. Все, в принципе. Вот на этот этап так быстро происходит. Залить гипсом это несколько минут. Потом, собственно, достаем и смотрим, что получилось. Вот что у меня получилось. И в этот раз для меня было удивлением увидеть, что гипс затек под вот этот штамп чуть-чуть. Был такой, как бы, вот здесь на поверхности, с краю такой тоненький-тоненький слой. И когда я выдирала, опять с трудом, кстати, этот штамп из тарелки, то этот слой, он, соответственно, так как это все, собственно, по краю шло, он оборвался сам, к счастью, без особых видимых дефектов. Как я поняла, это из-за того, что я молд после предыдущего гипса не помыла. И, возможно, штамп не прилепился плотно к нему. То есть вывод такой, что нужно обязательно промывать и высушить, наверное, перед вторым использованием. Вот. Теперь буду знать. Вот, честно говоря, вот этот автобус, он получился вот не особо непонятно, если домик, там четко видно, что домик, то здесь непонятно, что это. Такое ощущение. Вот. Сейчас я покрою морилкой его, а потом лаком. Посмотрим, как будет выглядеть. Вот какая красивая тарелочка у меня получилась. После покрытия он как красиво блестит. Акриловым лаком. Вот. Не знаю, какой причине, но вот после... При покрытии морилкой вот такие вот пятнышки, да, непонятно почему, но это наоборот, вот какой-то мрамор, да, напоминает, наоборот, украшает изделие. Каждое изделие получится уникальным. Со своими какими-то пятнышками. Вот. И, собственно, не то, что фабричное, там все одинаковое. Вот такая подставочка для каких-нибудь украшений, для какой-то мелочи. Сережки, цепочки, кулоны, что можно положить. А, собственно, сделать можно абсолютно любое. Любого размера зависит только от количества силикона. Если ты возьмешь там в три раза больше и глубокую, то этого силикона уйдет в несколько раз больше. Поэтому, если силикона не экономите, можно вообще брать что-то очень... Единственное, размешивать это большой объем сложнее, чем маленький. Несколько раз сложнее. Просто тяжело, рука устает.